Добрый день, спасибо, что пришли на мою лекцию. Меня зовут Виктория Ломаско, и уже около 10 лет я плотно занимаюсь социальной и политической графикой. И постараюсь на примере своих проектов, и не только, попробовать ответить на тот вопрос, как может быть использовано искусство в различных правозащитных и образовательных проектах. Какое может быть сотрудничество? Пару слов о своих основных проектах, просто чтобы вы понимали, почему я могу в какой-то мере говорить как эксперта о социальной и политической графике. Мои основные проекты — книга «Запретное искусство», она издана на трех языках — русский, немецкий и французский. И там освещается судебный процесс, как православные активисты судились с современными художниками. И в книге две основных темы. Это как РПЦ, Российская Православная Церковь, начинает набирать силу, и какую роль она начинает играть в российском обществе, и также появление в нашей стране цензуры. В начале следующего года у меня должна выйти книга в нью-йоркском издательстве «Аза Рашес». Это сборник графических репортажей, где две рубрики — невидимые и запрещенные. И сейчас я веду проект, рассчитанный на несколько лет, про исследование подсоветского пространства. Что такое рубрики «Невидимые»? Кто это такие? Самые различные социальные группы, которые не попадали, или практически не попадали в официальные СМИ и медиа российские, ну где-то до 2012 года. Официально у нас было время стабильности, и, наверное, это действительно была стабильность, только для Москвы, Петербурга, Московской области и нескольких других крупных городов. При этом уже тогда присутствовала проблема мигрантов, или проблема, как выживает российская провинция. Здесь рисунки из таких серий, как репортажи о мигрантах, большой проект о воспитанниках детских колоний, о сельских школах, об ЛГБТ-сообществе в России. И часто, хотя это все документальная графика, то есть я рисую только реальные события, записываю конкретные реплики существующих людей, это перерастает в какой-то образ, архетип, как, например, дворец Турка были сделаны в один день. И это портрет православного активиста во время православного молебна в центре Москвы на Пушкинской площади. Он говорит вот такие вещи, на это 90% населения подпишутся. Запад хочет погубить красивый и смелый русский народ. Бывший воинствующий безборник, теперь православный активист. И после этого православного молебна я зашла в модное кафе, это несколько метров, и там тусовалась интеллигенция, ко мне подсел этот человек, дипломат, который представляет Россию в Америке. И он говорит, русский кал, а я интеллигент в седьмом поколении. Получается, что в реальной жизни люди из таких социальных групп никогда не встретятся, и между ними не начнется диалог. Я пытаюсь, чтобы совместить их, и этот диалог хотя бы начался в пространстве моих серий и в голове зрителей, которые это видят и читают. И, конечно же, это очень важная тема, насколько наше общество в России, насколько люди отчуждены друг от друга, и почему так происходит. То есть это совершенно намеренная государственная политика, чтобы между нами было как можно меньше нормальных человеческих связей, как можно меньше гражданских инициатив. И если заниматься социальной и политической графикой, конечно же, надо иметь не только способности к рисованию, но также необходимо следить за политическими событиями. Надо в какой-то степени владеть журналистскими навыками. Например, собирать материал, брать интервью. Надо взаимодействовать с правозащитными организациями и часто выступать и как активист в том числе. То есть, вот на предыдущей дискуссии речь пошла о том, насколько сейчас графика — это рабочая медиа. Конечно же, если просто рисовать серию и выставлять ее в галереи, я согласна, это не рабочая медиа. Но когда это синтез самых различных умений, инициатив и взаимодействий, да, это может работать. И, например, для того, чтобы получить доступ ко многим социальным группам, мне необходимо было обязательно взаимодействовать с правозащитными организациями. Например, для пяти лет работы в детских воспитательных колониях я стала волонтеркой Центра содействия реформы уголовного правосудия. И первоначально моей идеей было попасть туда, сделать такие интересные картинки про закрытое место. Ну, признаюсь, я мечтала о быстрой славе. Но на месте стало очевидно — надо больше давать, чем брать. И пришлось вспомнить свое первое образование педагогическое, разработать специальную программу уроков рисования именно для этого места, учитывая такую специфику, что группа постоянно меняется, кто-то освобождается, кто-то отправляется на взрослую зону. И вот я рисовала сама на уроках, на своих занятиях, брала интервью участников уроков, у тех, кто был готов рассказывать про свои ситуации, и совмещала это с их собственными изображениями. Потом вся эта графика шла в различную полиграфию, которую издавал Центр Содействия. Например, календари, открытки. Опять же, две основных задачи. Первая — это помочь воспитанникам колонии как-то вернуть самоуважение. Потому что их не столько воспитывают там, сколько, как вы понимаете, унижают. И сам режим нахождения там очень унизительный. То есть участникам моих уроков не было интересно, чтобы эти работы потом показывали в стенах колонии. Они этого не хотели. Но они были крайне заинтересованы, чтобы работы показывались за пределами, на воле, и получить потом отзывы от зрителей. К примеру, все это публиковалось в соцсетях, и я им привозила распечатки, кто и что сказал, про какую вещь. А вторая цель — это чтобы и гражданское общество узнало, кто находится в колонии. Это неконченные преступники, у которых, как говорят сами правозащитники, рога и копыта — это, так сказать, ужасные подростки, совершившие преступления. Зачем вам помогать? Можно помогать детям, которые больны какими-то серьезными заболеваниями. Можно помогать детям из детских домов. Но зачем помогать им? И когда вот этот весь проект, мои работы, их работы, сам издат представлен был на крупных выставках, например, даже в Русском музее. И понятно, как много там способных детей. Понятно, что с ними возможно работать. И будут результаты. Проблема в том, что государство наше в этом не заинтересовано. Мало того, что эти поездки не были никоим образом поддержаны, но каждый раз мы сталкивались с самыми серьезными трудностями, чтобы проводить их. А это работа серии «Девочки Нижнего Новгорода» про секс-работниц, которые объединились в что-то наподобие профсоюза, сами снимают квартиры и работают там без сутенера. Меня интересовала тема проституции, но в Москве невозможно было с этим работать. Там нет таких ситуаций. Все работают с сутенерами, это абсолютно криминальная ситуация, и как бы проникнуть туда как художника невозможно. И опять было взаимодействие через правозащитников. На этот раз меня пригласили активисты спица-центра, которые помогали этим женщинам, например, с тестами на ВИЧ, с гуманитарной помощью. И почему это графика? Почему это, например, не фильм, не фотография? По-моему, ответ очевиден. Никто бы из них не согласился даже на одно фото. Но так как стиль рисования достаточно условный, то есть невозможно точно сказать, да, я узнаю этого человека, практически отказов не было. И они со своей стороны были даже заинтересованы в такой серии, чтобы голоса и прямая речь зазвучали в публичном пространстве. Например, вот дословная реплика. Некоторые клиенты просят, чтобы на них встали, а я с удовольствием срала за всех женщин. Нарисовано в перерыве между двумя клиентами 10 минут. Она просто выходит из комнаты, накинут им полотенце, что-то говорит, комментирует ситуацию, то, что называется работой, да. Ведь некоторые выступают за легализацию проституции. И... Ну, я старалась, чтобы мое мнение присутствовало там минимально, а было именно их позиции. Иногда различные правозащитные инициативы инициативы заказывают такие вещи, как, например, был заказ от ЛГБТ-кинофестиваля «Бок-Обук» «Сайд-бай-сайд». 2014 год, когда каждый день фестиваль пытались сорвать, были звонки, что помещения заминированы, и когда мы выходили на улицу, нас ждали вот такие гомофобы. Полиция никого не защищала, предлагала нам бежать в ближайшее кафе, чтобы мы не были избиты. И опять же, почему все-таки иногда хорошо быть художником, а не фотографом? Я думаю, они бы давно разбили мне и физиономию камеру, но здесь они заинтересованы. «О, надо же! Рисует наш портрет! Первый раз в жизни!» То есть они спокойно давали мне рисовать и говорили, «О, мы хотим там посмотреть на свои портреты, где мы потом можем себя увидеть!» И на этом фестивале я заметила, что даже внутри ЛГБТ-сообщества есть иерархии. Например, лесбиянки имеют гораздо меньше возможности высказывания, чем геи. Поэтому мне захотелось уже самостоятельно продолжить эту тему. И я сделала большую серию, рисую в закрытых лесбийских клубах Москвы и Петербурга. А потом встречалась с этими парами уже у них дома и брала у них интервью. Тоже хотелось, чтобы в публичном поле это сообщество было хоть как-то представлено, имело свой голос. Опять же, работа про ВИЧ положительных людей. Заказ организации Купсфам. Они нашли людей, которые были готовы дать интервью, разумеется, анонимно, о том, например, какой доступ они имеют к медицине, с какими проблемами они сталкиваются при устройстве на работу и так далее. Но ни один из них не согласился ни на фото, ни на видео. Но все согласились на графику. Это один из репортажей на тему мигрантов. В 2012 году в Москве произошел громкий скандал, когда в одном из самых обычных продуктовых магазинов гражданские активисты обнаружили рабов, вернее, рабынь, больше 10 женщин, которые были в трудовом и сексуальном рабстве, и гражданские активисты освободили их собственными силами. Полиция не помогала, скорее, мешала. И когда эти женщины были освобождены, сначала это был, конечно, жуткий скандал, но, как вы понимаете, в России постоянно, каждый день очень много плохих новостей, и уже через неделю об этой истории стали забывать. Я решила, что буду продолжать следить за развитием их судьбы, смогут ли они, например, подать в суд на своих бывших рабовладельцев, как они смогут устроиться в этой жизни. И была с ними где-то на протяжении месяца регулярно. К вопросу о том, как может быть использовано искусство, чтобы польза от него была практическая, материальная, быстрая, здесь и сейчас. я делала каждый раз после встречи с ними такую публикацию в соцсетях, рисунок эмоциональный для привлечения внимания и краткая выжимка, что на этой неделе произошло то-то-то. Сейчас они столкнулись с такими-то проблемами. Им нужна именно такая гуманитарная помощь. Например, их освободили в сентябре, а сейчас уже ноябрь у них просто нету зимней обуви и зимней одежды. И рисунки так работали. Действительно, после них жертвовали одежду, продукты, игрушки, деньги. Например, несколько людей из моего окружения тоже присоединились к волонтерской группе, которые регулярно их навещали и помогали. И даже вместе со своими друзьями одна из них Ани Воронкова, вы, наверное, ее знаете, она очень активная участница респекта. Мы решили своими силами сделать им такой праздник маленький, поход в кафе перед Новым Годом. И вот в этот момент встает вопрос, а дальше то что? Вот мы можем стать теперь правозащитниками? Мы можем теперь никогда с ними не расставаться, продолжать им помогать? Нет, не можем. Все-таки я остаюсь художницей, а не правозащитницей. И в этом есть большая разница. То есть я могу только указать и сделать ярким каким-то образ, дать свой анализ ситуации. Но я не могу постоянно следовать за этими людьми. Именно поэтому последний рисунок репортажа это такой мальчик с инвалидностью сына одной из бывших рабынь, который удаляется от нас нарисована пеной. Я думаю, что здесь присутствуют люди, которые сами рисуют. Вот такое отступление именно для тех, кто заинтересован самостоятельно рисовать графические истории. В чем, например, разница между графическим репортажем и комиксом? Ну, вообще, на постсоветском пространстве не развито ни один, ни другой жанр. Но если мы будем говорить про Европу, в первую очередь, Францию, там множество изданий, где в каждом выпуске есть документальные комиксы. Например, в газете Liberation. У меня тоже была там одна единственная публикация, про православных Москвей, про снос старинных домов и как в этот момент гражданские и православные активисты смогли объединиться, чтобы спасать старинный район. Но сотрудничество не продолжилось. Они сказали, что будут рады работать, если я буду рисовать чистый комикс. А в чем же отличие между этими жанрами? Вот это чистый комикс. Тоже документальные на основе реальных событий. Мне кажется, что на постсоветском пространстве еще, наверное, сильны такие влияния советского времени. И в чем-то они, наверное, со знаком минус, в чем-то со знаком плюс. В советское время тоже были так называемые комиксы, но назывались они истории в картинках. Посмотрите, чем они отличаются. во-первых, тем, что картинка отдельно, текст отдельно. Это просто подпись, комментарий, не внутри самого изображения. Во-вторых, каждое изображение закончено само по себе. Вы можете понять, что там происходит, смысл сюжета. и там нет скачков повествования. Например, на этой самой известной советской территории в картинках про Петю Рыберова. Тут все развивается очень-очень постепенно. Каждое действие это отдельный картинок. Именно поэтому, я думаю, не было длинных советских комиксов. А если мы будем смотреть на западный комикс, то здесь единство текста изображения. Текст внутри и часто текст сам становится изображением. У нас происходят такие скачки во времени и пространства. То есть мы должны домысливать, что происходит между кадрами и очень сильное фрагментирование. Например, если мы возьмем западный комикс, такой прям классический и увеличим один кадр, у нас получится произведение постмодерна. А если мы возьмем советский комикс, например, из журнала Крокодил и увеличим кадр, это будет похоже на советский плакат. Ну, мне этот жанр графический репортаж еще привлекает больше, чем комикс, из-за того, что его можно показывать в самых разных медиа. К примеру, это может выглядеть, как законченная станковая серия в галерее или в музее. Это может выглядеть, как газета, изданная большим тиражом. Это может быть, как самоздатор, который раздается на митингах. Это может быть видеопоказ. Это может быть почти инсталляция. И также, что я часто использую, это могут быть публикации на политических сайтах, когда текст имеет точно такое же значение, как изображение. Это не комментарий, а синтез двух компонентов. В какой степени все это связано с журналистикой? Например, в Европе во многих академиях искусства есть такой курс с графической журналистикой. Недавно я была на лекции швейцарского профессора, который рассказывал про своих студентов, как в течение четырех месяцев они в рамках задания, должны были отправиться в какое-то социальное сообщество и сделать об этом историю в картинках. Один из его студентов отправился в бордель, потому что в Швейцарии проституция легальна, и находясь там, он сделал рисунки, но он постеснялся говорить секс-работниц. То есть, ну для меня такой подход сомнителен. мне кажется, что пусть мы художники рисуем, но должны действовать так же, как реальные журналисты, но и стеснение тут неуместно. Очень интересует, как же работали предшественники, профессиональные художники-журналисты. С одной стороны, это могли быть художники-корреспонденты, которые направлены куда-то, например, на войну самим государством. Например, во время Второй мировой войны на войне работали многие профессиональные художники, получив заказ именно от государства. То, что они рисовали, мне кажется, прошло несколько стадий цензуры. Вот посмотрите, такой кадр. Летчик-истребитель, товарищ Башкиров только что вернулся с ночного патрулирования над Ленинградом. В землянку ночников приходит жена командира, Муся Скрипченко, и, прозябший летчик, получает теплое молоко. Но кто верит, что именно такие сценки там и происходили? Лично я не верю. Я думаю, что не было у них таких приятных кружечек, что повсюду была грязь, что люди находились в депрессии или в каком-то другом очень измененном состоянии. Я думаю, что они пили после этого алкоголь, а не молоко. И, конечно же, интереснее гораздо репортажные вещи, которые сделаны без заказа со стороны государства. Вот такие подсмотренные сценки. блокадные альбомы. К сожалению, до сих пор они практически никак не изучены и не представлены в наших музеях. Наверное, самые известные блокадные альбомы принадлежат художнику Пахомову. И опять это такой заказ со стороны государства. Есть его вещи, я не видела, они находятся в закрытых запасниках, но я слышала от друзей искусствоведов, что он рисовал на улице скелеты людей умерших от голода. Ну вот, что он сделал для выпуска многотиражного альбома по всему СССР. Да, эти люди страдают, но как они выглядят? Как герои? То есть, они сохраняют чувство собственного достоинства, они достаточно прилично одеты. и вот реальная репортажная графика. Например, видите, какие детали? Кончились гробы и люди просто перемещают до веревочек. Вот это прекрасный блокадный дневник. да, послушайте, я немножко хотела про предыдущего художника и про госзаказ. Я думаю, что он поступал, рисуя, немножко идеализируя картинку, потому что он хотел вселить людей мужество, а не загнать их в пучину отчаяния еще больше, в которой они и так находились. То есть, в общем-то, это своего рода патриотизм с его стороны, и у него были просто другие цели. Поэтому картинка вот такая благостная, немножко идеалистическая. Я хочу про это сказать, что Альпом потом издавался и переиздавался уже после блокады, после победы над Германией. И кто тогда мешал нашему государству показать, что реально происходило во время блокады. Например, повсюду был распространен каннибализм, совершенно тупоированная тема. Но это было невозможно и после победы. И после победы, наверное, тем более. И, конечно же, особая тема это концлагерные дневники. Например, это Ефросинья Ксесновская. И графика очень такая, ну не шедевр возрождения, да, она маленькая по формату, часто художники не имели никаких средств. Например, я видела такие рисунки, сделанные кровью, на обрывках тряпок. Но, тем не менее, вот само то присутствие, что они были очевидцами тех событий, участников тех событий, заряжает очень сильно эту графику. И, к сожалению, она тоже никак не представлена ни в каких постоянных государственных экспозициях. вот, например, была крутейшая выставка с такой графикой и письмами в Международном мемориале в Москве, называлась «Без права переписки», но выставка прошла, и все, опять это все в закрытых архивах. И еще одна такая тема изображения протеста, репортажная графика во время революции, например, 905-го года, 1917-го года. Даже такие художники, как, например, Кустодиев, которого мы представляем как автора портретов пышных купчих, каких-то народных гуляний, он ходил на стачке, он ходил на забастовке и делал такую репортажную графику. во время таких событий, когда политическая ситуация сильно меняется, художникам, так же, как остальным, трудно сразу выдать законченный анализ. Именно поэтому в этот период очень много таких зарисов, потому что во время рисования мы сами лучше понимаем происходящее. Например, в 2012 году очень многие московские художники изображали оппозиционные многотысячные митинги. Если вас интересует эта тема, у меня собран архив, называется «Изображение протеста», вы можете вбить это в интернете и сразу попадете туда. Пару слов о своей серии. весь 2012 год я документировала все без исключения оппозиционные митинги и акции. Ставила перед собой две цели. Сделать портреты рядовых участников митинга не лидеров, которые выступают со сцены и показать, насколько мнение самих этих участников часто противоречиво. Но они просто оппоненты, которые теперь из-за общей ненависти к власти оказываются плечо к плечу. Вот, например, ровесницы, одна, которая приходит на протест с портретом Ленина, а другая хочет плясать вместе с Пуссерай. Колонны, идущие в поддержку Пуссерайта и феминизма, рядом идут националисты, которые кричат Пуссерайта на помойку. То есть было очень удобно. Все общество, весь срез были одновременно представлены на митингах. С другой стороны, я поставила себе такую цель делать портреты каждого митинга. Чтобы это не было так, каждый раз приходят 50 или 100 тысяч человек, или 150, а картинка все время одинаковая. Толпа, толпа, толпа. Нет, хотелось показать динамику развития протеста и настроение каждого конкретного митинга. Например, акция «Белое кольцо», когда люди, настроенные оппозиционно, встали вдоль садового кольца, это несколько километров, в белой одежде, с белыми флагами, с белыми цветами, шарами, так как белый был символом этого протеста, и шел белый снег. И все испытывали какие-то надежды, радостные ожидания, и в то же время это все было малооправдано, что я пытаюсь показать. Через несколько дней уже президентские выборы, победа Путина и митинг в будний день, мы начинаем мирные акции гражданского неповновения, а где-то через час все были уже разогнаны. То есть хотелось дать такой анонс грядущих событий, очень репрессивных и депрессивных. Уже тогда было понятно, что хорошего ждать не приходится. И часто цвет я использую либо чтобы показать принадлежность к политической партии, либо он носит символическое значение, как, например, рисунок Сокупай Абай, который проходил в Москве в мае, и где-то на протяжении недели мы могли наконец-то общаться друг с другом. Это был незабываемый опыт, вот этот зеленый, такой как символ надежды. Все делалось непосредственно на месте событий, вот, например, рисунок 6 мая, где тоже была митинга, когда полиция разогнала протестующих, а после этого начались политические процессы над несколькими участниками демонстрации. Вместе социологами я беру интервью участниц событий, таких представительниц интеллигенции московской, они говорят, перемены в наших душах произошли, мы не хотим иммиграции, через секунду полиция сметает всех нас, просто начинаются избиения. И, опять же, происпользование практическое. Этой серии хроника сопротивления оформлялся анархийский самоздат Воля, тираж был каждый раз тысячу экземпляров, и он выходил, новый выпуск к каждому митингу. Например, удалось провести выставку во время самого лагеря Окупая-Пай, и для меня это был такой незабываемый момент, что показаны серии будни Окупая-Пай. И люди, которые присутствуют здесь, зрители, они узнают сами себя, других, что происходит, и тут же выдают мне комментарии. Вопрос, который был затронут на предыдущем выступлении о том, какие медиа сейчас наиболее действенные. понятно, что акции, они, конечно, имеют гораздо больший медийный резонанс, будь то акции Пусерай, или акции группы Война, или акции Петра Павленского. Но здесь есть разные логики, то есть будь это группа, например, группа Пусерай, или будь это отдельный Петр Павленский, они выходят как такие герои против монстра государства и совершают свой подвиг. Как к нему могут присоединиться рядовые граждане? Я думаю, никак. Они могут только как-то начать думать на эту тему. И для большинства это слишком все-таки новаторская медиа. Я много общаюсь с самыми разными социальными слоями и средами и вижу, что большинство не хочет воспринимать эти акции и говорят, это хулиганство, это не искусство, а искусство от слова искусно. Это так, как я не могу сделать. Вот я тоже могу там раздеться, я тоже могу там что-то поджечь, но я не могу сделать, например, хороший фильм или живопись или картинку. Поэтому такие более традиционные медиа, они тоже должны существовать параллельно. Еще одна причина, почему в чем-то социальная графика имеет плюсы перед акциями. потому что акционисты крайне быстро доходят до своего предела, исчерпывают свои возможности. Невозможно без конца повышать уровень радикальности своего такого высказывания. После танцев в Храме Христа Спасителя что должно быть следующее? Просто поджога двери ФСБ, что должно быть следующее? И также конечно государство очень быстро берет их под колпак, начинает их полностью отцензурировать, именно поэтому группа война эмигрировала, чтобы их не посадили. ФСИРАЦ сейчас ничего не делает, а как будет развиваться ситуация Павленского тоже непонятно. А графика сначала не привлекает такой сильной медийной реакции, но постепенно все рисунки, все серии складываются и общее высказывание становится более мощным. Такие проекты можно вести просто десятилетиями. И например в последние годы 2015-2016 мне хотелось продолжать работать с российским протестом, но крупные митинги закончились. Меня заинтересовали две ситуации. Это защита вокруг московских парков. Например, ситуация в парке Торфянка, когда обычные жители района стали протестовать против строительства церкви в их парке. И они разбили там лагерь, и они дежурят уже там больше года, не пропуская строительную технику. И конечно же наиболее интересный стал протест дальнобойщиков. Я думаю, вы все о нем слышали, когда в конце 2015 года водители фур сбунтовали против введения новой системы Платон, чтобы они платили за проезд по дорогам. И несколько из них прорвались к границу Москвы в Химке и установили там лагерь из своих машин. в одной из фур был организован штаб, куда из декабря по мая приходили все, кто хотел общаться с дальнобойщиками, помогать им, предлагать какие-то свои идеи. Там просто постоянно кипела жизнь. Присутствовали как политические активисты, так и просто жители Химок, которые приносили дальнобойщикам горячую еду. И как бы они дальнобойщики и тогда говорили сейчас продолжат. Нам очень нужна информационная поддержка. Мы не писатели, мы не журналисты, мы не знаем как вот о том, что мы делаем, говорить внятно и понятно большой аудитории. И там присутствовали блогеры, фото-журналисты, социологи, режиссеры, которые выполняли эту задачу. И выполнить эту задачу с помощью акционизма просто невозможно. Здесь это бы не сработало. например, мне был интересен их запрос, что они от меня хотят, как от человека, умеющего рисовать или делать дизайн. Они готовили и провели большую стачку по всей стране и сказали, что нужен плакат, анонс этой стачки. и предлагали мне нарисовать что-то в таком духе оборванный водитель, его голодные дети, воздействовать чисто на эмоции. Мне показалось, это будет мало работать, а надо сделать такую выжимку информации, где именно на тот момент уже проходили стачки, улитки, забастовки, митинги дальнобойщиков. Они сами не собрали эту информацию. А когда я стала собирать ее в интернете, оказалось, задействована вся страна. Но просто так, как спеты не освещают, и мы это не знаем. И несколько слов о текущем проекте с постсоветским пространством. Я самостоятельно организую такие поездки и начала их делать, чтобы лучше в первую очередь понимать что происходит с мигрантами в России, которые у нас в основном из Центральной Азии, и отношения к ним у большинства уезжайте обратно, мы здесь вас не хотим видеть, и отношения меньшинства либеральной интеллигенции, ну да, они должны тут все-таки присутствовать, кто-то должен делать за нас грязную работу. а кто вообще эти люди, почему они приехали именно в Россию, какое они образование получили, на каком языке они говорят и думают, что происходит в их странах, собираются ли они туда вернуться, это непонятно, то есть если не поехать в их странах, это непонятно. и первая моя поездка была в Кыргызстан по приглашению бишкекской феминистской группы, я проводила для них мастер-классы и в свободное время делала галактический репортаж, например, для меня стало открытием, насколько развит активизм и феминизм в Кыргызстане, можно сказать, во многом гораздо продвинутее, чем в Москве, и реакция на этот репортаж среди активистов российских была такая, ну ничего себе, а мы думали, там верблюды ходят, ну ничего себе, а там это феминистки есть, то есть что мы знаем, да и ничего не знаем, потому что официальные медиа вообще такие темы в России не поднимают. И, конечно же, тут очень скользкая грань, чтобы не скатиться в ориентализм, потому что постоянно российские художники на протяжении всей истории искусства ездили, так называется, на восток и создавали свои экзотические серии, как, например, Павел Кузнецов, автор такой киргизской сюиты, замечательная живопись, я обожаю его именно как художника, за его работу с пластикой, с цветом, но при этом он абсолютно искажает реальное положение дел, например, положение на тот момент киргизской, узбекской женщины, наверное, самая угнетенная во всем мире, практически рабская, а изображает их в виде таких фей, которые живут в райских садах, рядом с ними там фрукты, птицы. Другой художник очень интересный, Василий Верещагин, больше работал именно как журналист, и он брал интервью, не только рисовал, но и написал тексты про свои путешествия, делал крайне детальные зарисовки, но при этом он участвовал в колониальных российских войнах, когда происходило присоединение территории Туркестана, и, например, сегодня он рисует туземца, завтра он убивает его во время военных действий, и тоже это без какой-либо критики. И вот этот кадр из комикса «Палестина», где Джо Сака, американский комиксист, самый известный автор документальных рисованных историй, и профессиональный журналист, работает в секторе газа, и ему тоже очень важен вопрос, как я, американец, могу рассказывать об этой проблеме, где Америка тоже задействована. Он даже в комикс включает кадр, как изучает книгу ориентализм, и видно, что на протяжении всей истории он пытается рефлексировать этот момент, как я могу говорить на эту тему. Какая моя роль? Для себя я нашла такой выход, что, во-первых, во время каждой поездки я выхожу на связи с местными активистскими группами и пытаюсь понять именно их запрос, что они хотят, чтобы я нарисовала, о чем нужно написать. и также провожу для них различные мастер-классы, во время которых мне становится очевидно актуальной для них тема. Вот, например, оформленный мной Зина с феминистской встречи в Бишкеке, где присутствовали активистки со всего постсоветского пространства, или это работа с моего мастер-класса по феминистскому трафарету в Тбилиси. Была большая выставка в Гёте-институте в этом марте, а потом все плакаты, сделанные на мастер-классах, использовались на митинге 8 марта. И во время поездок меня интересуются четыре основных темы. Это есть ли у нас до сих пор какое-то общее прошлое культурное наследие, как мы к нему относимся, это низовой гражданский активизм, это межнациональные отношения, это гендерные права, роль женщин. И почти всегда проблема положения женщин выходит на первый план. Особенно это было во время моей поездки в Дагестан, когда открылась тема, например, женского обрезания. И мы были в сёлах, где это практикуется, и вот женщины, которые это делают, давали нам интервью. И при этом очень важно, что я сама женщина. Если бы это был художник, у него бы был другой маршрут. Он бы туда не попал, так же, как я не могла общаться с мужчинами. Настолько разделено это общество. Я не могла с ними, например, ездить за одним столом. И иногда то, что я женщина, художница плюс, иногда это минус. Вот, например, в Армении я пытаюсь взять интервью этих женщин из разных регионов, которые приезжают работать в Ереван. И первый вопрос, который они мне задают, ты замужем? Узнав, что не замужем, решают, что со мной вообще тогда не о чем говорить. Рисунки из последнего репортажа Юг Кыргызстана ОЖ, еще не оформленный пока репортаж. И этой очень я решила, что надо прорабатывать свои журналистские умения, осваивать различные журналистские техники. И участвовала в проекте для молодых журналистов, работающих именно на постсоветском пространстве. Проект называется «Трансграничная журналистика». Было очень интересно посмотреть, какие разные методы используют художники, например, социологи и журналисты. К примеру, как строилась работа. На два города Геревана-Тбилиси я имела 10 дней только, чтобы провести свое исследование. Готовый репортаж надо было сделать в течение максимум две недели. То есть получается, что очень сильно заранее надо планировать свои поездки. Ну, в общем, у меня все. Буду рада любым вашим вопросам. на прошлой дискуссии было столько вопросов, давайте тогда их продолжаем. работа вопросов. Как вы поняли то, что вы можете рисованием зарабатывать себе на жизнь? То есть, то, что это ваше, то, что вы только от этого получаете удовольствие и только хотите этим заниматься? Вообще, до сих пор не понимаю, могу я этим зарабатывать на жизнь или нет. Я фрилансер, получается, а иногда это просто такие бывают и периоды. Полная депрессия, когда я делаю работу и она не публикуется, я даже не имею тогда денег на материалы, чтобы продолжать дальнейшие проекты. Например, так было с дальнобойчиками. Я занималась это целый год, но никто не был заинтересован, чтобы потом как-то это представлять в России. То есть, я рада, что Культа опубликовала это. Я получила за работу 3000 рублей, потому что сайт не может платить больше. Он сам независимый оппозиционный. А одни материалы стоили 20000 рублей. Вот пример. Можете как-то прокомментировать, почему вы упомянули, что вы посещали все митинги в Москве, насколько я поняла. Это было для вас важно, то есть, это был такой важный элемент присутствия, то есть, вы чувствовали себя более вовлеченной, когда вы таким образом документируете все эти события, вовлеченной. я не знаю, в общем, я не знаю, глупый вопрос. Я не поняла вопрос. Ну да. Две причины. Первая, кто рисует, тот поймет. Это совершенно разный процесс рисовать внутри события или рисовать с экрана, пусть даже со своих фотографий. Другая степень вовлеченности. Вторая причина, что мне точно так же важен тексты общения. Я там не только рисовала, я со всеми общалась, брала интервью, послушивала, что происходит на митингах. Например, как рядовые участники комментируют выступления оппозиционных лидеров. А вы не чувствовали некое ощущение, что вы себя не столько включаете, столько в какой-то степени исключаете из каких-то событий? Вы же все равно разговаривали с определенными людьми и зарисовывали какие-то кадры, которые у вас потом оставались. То есть не было такого ощущения, что вы упустили что-то за этим? Конечно, там невозможно было не упустить. И неважно, рисовала бы я или нет, там происходило одновременно такое количество крайне интересных, захватывающих сценок, разговоров, всего очень важного. Надо было, чтобы там работало просто сотни самых разных специалистов и все это документировали. Это шикарнейший материал, очень важный. Вот если продолжать ваше наблюдение за митингами в Москве и то, как вы это фиксировали на протяжении всего этого периода, есть ли у вас какая-то визуализация и подытоженный такой результат того, насколько была динамика вот этих различных изменений и влияний? Да, было видно, что, например, митинг 10 декабря, когда все собрались и была такая идея пойти к Кремлю, а потом всех увели на Болотную площадь, была такая динамика, что дико страшно, что просто нас будут стрелять, например, так много военных и техники, но при этом мы, собственно, к этому готовы, все-таки же вышли из своих домов. Например, у меня очень отговаривали идти родители, просто умоляли. Ну, было невозможно не пойти. На следующем митинге 24 декабря на проспекте Сахарова была максимальная явка где-то около 200 тысяч, и я заметила, что там много людей явно не среднего класса, которые, видимо, приехали с окраин Москвы, может быть, даже из других городов, и они имеют какие-то конкретные социальные требования. И некрасивые там блокады, да, а на картонке что-то написано. Например, мы не можем жить на такие пенсии. но они не были услышаны, и они не услышали от выступающих ничего, чтобы как-то давало ответ на их запросы. И комментарии к выступающим были такие, просто, ну вот я ходила среди толпы, да пошла она нахуй, там, про Ксения Собчак, да пусть он там вообще убирается отсюда, мы больше сюда не придем. и постепенно вот этот слой, который уже тогда нуждался в каких-то экономических изменениях, перестал ходить. Даже ресурса такого нету. А ходили в основном потом уже люди с айфонами, в теплой зимней одежде, что было немаловажно, да, которые потом садились в машину и взяли, например, или шли в какие-то хорошие клубы, обсуждали там за стаканом вина, митинг, да, выкладывали свои селфи. Креативность становилась все больше, а желания начать реальное опасное сопротивление все меньше. Да. Если бы была машина времени, в какое историческое событие, конфликт вы бы хотели окунуться, как графический художник, прожить это событие? Даже не знаю, мне кажется, здесь сейчас в России столько всего происходит, но вообще никакая машина времени не нужна. Ну, может быть, мне хотелось наоборот что-то хорошее прожить. Например, 20-е года, когда художники на какой-то момент получили возможность оформлять митинги, к примеру, как они хотят. митинги, но никто не хочет с предыдущей дискуссии, там же все не успели договорить про роль искусства, как его использовать на эту тему. способы распространения. К сожалению, сейчас это только интернет. Например, в 2012 году очень много художников были вовлечены в этот протест. все делали то, что может, работали в тех жанрах, которые им доступны. Происходили уличные выставки, и было много ресурсов в интернете, которые сейчас уже не рабочие. Например, OpenSpace, Public Post, Grani.ru и так далее. То есть, если вспоминать, где сменилась редакция, где теперь это невозможно, почти везде. Например, на моей крикатуре на Путина впадали в джикью. Критика церкви впадала в джикью. Работы с оппозиционных митингов впечатывались в афише в большом городе. Где сейчас большой город? Ну и так далее. То есть, сейчас площадки, которые готовы рискнуть и что-то подобное опубликовать, у них просто единицы. у нас все, тогда спасибо всем. Нет, все, смотрите. митингов 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 просто спасибо за это время, которое мы провели. Мне было очень приятно. Спасибо вам. Честно. Спасибо всем. А вы еще дальше вопросы наступают. Вы говорили про акции акционистов. Мне интересно дело в том, что когда эти акции носят такие необычные формы, тот же павленский, например, то под этими формами люди не замечают смысл. То есть, например, если говорить о павленском, все вспоминают припитую мышонку, но никто не знает, зачем он это делал. Если говорить о пуси райд, все знают о том, что они спели, станцевали в церкви, но никто не знает, что они делали до этого или вообще зачем они это делали. Мне просто интересно ваше мнение о связи с этим. Это как раз и есть то, о чем я говорю, что если бы мы убрали европейские страны, где большая часть населения даже в школе получает в рамках образовательных программ представление о современном искусстве, в акционизме, перформансе, и могут это сразу воспринимать «Ага, это такой жанр, это такой медиа, а о чем тут сообщение?» то у нас в очень консервативном обществе уже само медиа вызывает полный диссонанс. Когда еще люди переварят, что такой жанр тоже может быть? И, конечно же, информация очень сильно искажается. И чем дальше, тем больше. Например, если говорить о Пуссерайт, я множество раз слышала комментарии, что, оказывается, они там писали в нижнем белье, к примеру, что в церкви было полно людей, они были шокированы. То есть, все обрастает какими-то анекдотическими деталями, не имеющие никакого отношения к смыслу акциями. В кулуарах ты немножко рассказывал про опыт работы в колониях, который прекратился. Это был именно твой образовательный программ, можно сказать, опыт, но в какой-то момент ты перестал вести эту программу. Можешь рассказать немножко. Опять же, о том, насколько художник может погрузиться в правозащиту и активизм. То есть, мне тут кажется, надо все-таки видеть, можно ли как-то сильно изменить ситуацию, хоть как-то ее продвинуть. И это будет рутинная работа, которая ничего не сдвигает. Например, когда я начала эти уроки рисования, разрабатывала программу, конечно же, у меня была идея, что в какой-то момент колонии поймут, что это им тоже нужно. Включит это, может быть, в какой-то степени свою программу. Мы сможем приезжать более официально. Заинтересуются другие художники, активисты. Не обязательно, что это тоже будут уроки рисования. Например, Аня Воронкова ездила туда потом с комиксами. Но ситуация стала меняться в худшую сторону. Не только не развиваться. Например, у меня собран огромный архив с их рисунками, с методической работой. По моим конспектам, даже человек без образования художественного или педагогического может вести эти уроки. Там все расписано, есть наглядный материал. Это не удалось издать, потому что нет средств. Нет средств даже издавать сейчас такие календари. и что? Можно только на совсем-совсем-совсем минимальном уровне это проводить. Для крошечной группы, которая будет постоянно меняться, и отдавать себе отчет, что и для этих участников группы ничего не изменится, потому что занятия должны быть регулярные. Поэтому я решила, что на этот момент пошли для набойщики, потому что там реально происходит сейчас важное изменение. можно как-то это подтолкнуть. Еще вы упомянули в рассказе про кажется про рабынь из магазина, что вы этим занимались, что даже какой-то там пытались строить поход в кафе, что-то еще, и что вы художница, поэтому вы, к сожалению, не можете дальше этим заниматься, потому что вы, условно, не правозащитница. это выбор, как бы сказать, то есть вы делаете такой выбор, потому что вы не хотите потерять себя, то есть вы понимаете, что это абсолютно не ваше, или вы понимаете, что вы ничего этим образом не сделаете, чтобы больше, ну, условно, принести пользу обществу, там, будучи художницей. Просто таких взаимодействий с разными социальными группами, да, где какие-то люди становятся там близкими, интересными, с ними даже дружеские отношения, как с многими дальнобойщиками. Но представьте, как это возможно с ними со всеми поддерживать потом плотный контакт. У меня очень ограниченное время. Зарабатывать этим деньги, даже просто, чтобы тупо продолжать работу, крайне тяжело. и начиная какой-то новый проект, где 50% минимум делается бесплатно, еще помогать кому-то, это просто невозможно. надо выбирать, то есть выбор стоит там, либо правозащита, либо художественная деятельность. А никогда не хотелось попробовать себя в другой технике, не в технике графического репортажа? Как художнице вам, наверное, интересно попробовать что-то, не знаю, масло, акварель, темперу, все, все, вот такие вещи. У меня есть работы темперу или акварель, даже в этих сериях. Вот маслом не хотелось бы, потому что масло это сразу работа именно с галереями. Живопись больше негде представить. Это именно завязка связан и с цензурой, и с деньгами на материалы. Гораздо меньше свободы. График, это как самый бюджетный способ, можно как-то все-таки существовать свободно. Совсем он отсутствует в России. для него слишком мало. все-таки глобальная амбиция художника, чтобы его собирали, чтобы его работу увидели через годы. Не боитесь минутности, что они потеряются. Сейчас вот потонут в недрах интернета и совершенно больше не боюсь, потому что у меня только в ближайшее время должна выйти новая книга, и ей интересуют суржать новое издательство. Ее уже хотят переводить на другие языки, не только английский, потому что мои работы, в том числе работы воспитанников, например, родаторхи, находятся в Королевском Матрицком музее, и они рады принять новые работы, потому что все эти серии до сих пор востребованы. То есть чем это отличается от журналистики? Я же с самого начала думаю о том, как представить это как художественный образ, дать такую выжимку, анализ. И пока я не добьюсь этого, я это публичное поле не выпускаю. А журналисты, они все-таки по заказу работают, по заказу редакции, очень ограничены во времени. И существует из-за этого минимум репортажей, которым легко вернуться спустя год, два, тем более десяти лет. И еще возвращаясь к этому вопросу про взаимодействие с правозащитниками. Мне кажется, тут очень важно понять и правозащитникам, и художникам, и активистам любым, насколько важно уважение друг к другу. Потому что я замечала предельное неуважение с двух сторон. Художники могут говорить «Да мы творцы для вечности», «Плевайте нам на ваши условия», что иногда вливаются в ужасные вещи. Если взаимодействовать с такими социальными группами, например, воспитанники или секс-работницы, и не понимая, как устроена эта работа, можно случайно поместить в публичное поле непубличную информацию. И я знаю такие проекты, которые оказались опасными для людей, которые в них участвовали. Очень важно, чтобы художники были обязательно на связи с настоящими экспертами, которые уже давно, много лет в курсе этих социальных проблем, и могут поделиться своим опытом, объяснить, о чем обязательно надо сказать, о чем нельзя, потому что это риск для самой социальной группы. И также очень часто неуважение со стороны правозащитников. Вот этот вопрос, а как мы можем вас использовать? Прямо сейчас, здесь, хотим пользу, но извините, как бы сами художники такие серебряники, которые работают просто в основном на собственном энтузиазме, и при этом чем крупнее задачу себе ставишь, тем лучше работает искусство. Например, если я поставлю такую задачу, вот у меня брошюра правозащитная, и моя задача ее проиллюстрировать, чтобы человек не бросил ее сразу, как скучный текст, а начал там раскрывать картинки, а потом может и текст прочитать, то это будет очень скромная роль, очень скромное воздействие. если же я сразу буду ставить себе цель, как сделать анализ, как показать исторические связи с предыдущими событиями, как сделать прогноз о будущем, как показать архетипы, как воздействовать на эмоции зрителя, зрителя, хоть что-то сдвинуть в голове у зрителя, то и воздействия будет больше. Но для этого надо понимать, что искусство не может быть только представлено в виде сюжета, без визуальной формы. Это как раз о том, про протест на искусство. конечно же темы важны, но форма ничуть не менее важна. И даже такие художники, как Кетик Кольвец или Сикерес, в нем очень много думали о пластике, о визуальной составляющей. И вот эта революция в сфере пластики визуального, она тоже помогает больше воздействовать на зрителя. Представьте просто карикатуру Кокруниксов, хороших карикатуристов, но тем не менее, и работают Кетик Кольвец. Это два разных уровня воздействия. Представьте, протоактивист делает зарисовку на важную тему, или это сделал художник, который думает о том, как эта картинка будет предельным обобщенным знаком, как это работает, как пятно, что увидит зритель первое, каким деталям он перейдет после, то есть тут очень много работы в самых разных сферах. У меня два вопроса. Первый про то, о чем будет книга, которую ты планируешь, и вопрос про предыдущую запретное искусство. Я нагуглила сейчас, что презентация была в 2011 году. Есть ли возможность сейчас ее найти, почитать, купить? книга до сих пор продается на зоне, и в издательстве книги, по-моему, в Москве, в магазине Москва, может быть, еще в магазине Чук и Гек. Книга, которая сейчас выходит, это сборник всех-всех репортажей до последних 8 лет. И еще хорошо, что такой вопрос был, потому что я забыла сказать, что у меня с собой есть три каталога выставки «Феминистский карандаш». Я выступаю не только как художница, но и как куратор проектов, связанных с социальной графикой. Один проект называется «Рисуем суд». Архив рисунков с политических судов вы можете вести это в интернете. Есть и на английском информация. А другое вот такая проект состоял из серии выставок, в которых участвовали только женщины и вся графика только на социальные темы. И потом эти работы использовали и продолжительные организации. Например, кризисный центр для женщин в Санкт-Петербурге делали такие открытки, плакаты, используя наши работы. И кому это интересно, пальцы взять. остались ли еще вопросы? Каково работать, рисовать, рисовать на митингах, как быстро это получается делать зарисовки, были какие-то сложности с тем, что могли прогнать место, дорисовываешь ли и потом что-то? Никто особенно меня не прогонял, все-таки люди очень лояльны к художникам. Действительно, особенно если их рисуют. Даже какие-нибудь единороссы и тени прогоняют. Например, серия Хроника Сопротивления началась с моего рисования на выборы в Голдву. И я записалась как художник корреспондент, ну, как корреспондент на один из выборных участков. И там всех прогнали, кроме меня, всех журналистов, всех наблюдателей под разными выдуманными предлогами. Но где-то спровоцировали, где-то просто не имели права прогонять, но прогнали. А меня оставили, потому что это смешно, сидит такая дурочка, что-то рисует, он наш портрет рисует. Они разговаривали со мной единорозы. И как бы, а я чего? Как это, Васька слушает и ест, рисует и записывает, рисует и записывает. Потом это все было на всех оппозиционных сайтах. А трудно было то, что митинги же проходили зимой, была довольно холодная зима, но просто часто обмороженные руки, обмороженные ноги. Вот это тяжело, тяжело в России рисовать на месте событий. здесь было бы гораздо удобнее. Если вопросов не осталось больше, мы тогда завершим эту сессию. Спасибо, Вика, было очень здорово и интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ И как всегда минутка организационных вопросов. вопросов. Вот